Привет, ребят, с вами Критик Рэпа. И поскольку Эминем недавно снова неожиданно выпустил новый альбом и главный сингл с него, и поскольку я родился в феврале, я побалую себя ленью и буду обозревать музыку артиста, с которым я очень хорошо знаком. Поэтому этот месяц посвящается Эминему. Пока в Америке идёт месяц, чёрная история. Я слушать альбом вышел неожиданно, а у меня на Патреоне два запроса на песни Эминема висят окей. К тому же я уже устал читать цитаты Мартина Лютера Кинга о равенстве, смысл которых будут коверкать люди, дабы подстроить их под свои эгоистичные ценности, и в итоге в этой стране ничего толком не поменяется. В этом месяце я просто буду негром и буду наслаждаться жизнью. Лютер Кинг же, в общем, этого и хотел, да? Так что я просто откинусь, расслаблюсь и славлю кайф от главного сингла с нового альбома Эмма. А я уверен, что, как и все его главные синглы, это также будет прикольным юморным разносом кучки знаменитостей. Так что включайте клип, а я пока схожу за попкорном, включу мозг и повеселюсь. Лады. Давайте начнём. Так, видимо, это очередная песня о смешанных чувствах, вызванных в именеме статусом знаменитости. Ну ладно, он способен сделать всё правильно. К тому же, мне уже нравится то, как обработан сэмпл песни Sounds of Science. Оригинал был неоднозначной песней о мире, где люди совершенно разучились общаться друг с другом. Песня о том, что мы не обращаем внимания на трудности, с которыми борется каждый из нас, поэтому авторам приходится вести диалог с пустотой. Их одиночество олицетворено метафорической тьмой, которая слушает его больше, чем его близкие. Поэтому мне нравится мрачный подход к использованию сэмпла. Он углубляет смысл слов Эминема, проигрывая каждую пару строчек, отрывок из оригинала. Ну, я не могу стряхнуть чувство некого дежавю, понимаете? Типа мрачная атмосфера, текст о том, как он боится, что это последний этап его загибающейся карьеры. Скажу честно, по-моему, он чересчур драматизирует. Ну, что же ты, чувак, сколько можно писать одну и ту же песню? Тебе никогда не казалось, что столь легкомысленное отношение к собственному состоянию может выйти тебе богом? О, ну он читает о массовом стрелке, конкретно о том, который из Вегаса. И сейчас все уйдут, потому что речь пойдет о политике. Что ж, пока вы не закрыли вкладку, пожалуйста, подумайте, может вы не против поддержать меня на ютюбчике. Что ж, по-моему, он искусно использует свое умение вкладывать двойной смысл, дабы обратить ваше внимание на параллели между жизнями Эмма и стрелка из Вегаса. Именно эта строчка при первом прослушивании натолкнула меня на мысль. О, он использует игры слов про огнестрелы, не просто чтобы круто звучало, да? И, по-моему, он идеально проводит эти параллели, демонстрируя убийственный недостаток самообладания у обоих. Параллели расходятся на слове «прицел», который используется для показа того, как убийца начинает воплощать свои зверские планы, но и в то же время показывая, как Эмм скрывает собственные пороки. Здесь речь идет об использовании жидкости для полоскания рта, дабы скрыть перегар после затянувшегося запоя. Так что тема для песен о том, какой он несчастный, используется специально, чтобы сломать ваши ожидания, проводя возможные параллели между жизнями Эмма и стрелка через двусмысленность. Тем самым подчеркивая, как внутренний стресс от херовой жизни может привести и к жизни, как у Эмма, и жизни, как у стрелка. И здесь он затыкает всех, кто пытается найти козлов отпущения, когда происходят подобные трагедии. Ведь по личному делу видно, что стрелок из Вегаса не был ни ранее судимым, ни душевно больным, и к тому же решение расстрелять кучу народа не открывается после того, как вы достаточно прокачаете свою душевную болезнь. Просто достаточно быть скотиной, которая живет в системе, пытающейся оградить нас друг от друга, не ценит жизнь и плюс ко всему представляет нам доступ к Эвересту смертоносного оружия, способного без каких-либо последствий грохнуть другого. Знаете, комбо. И Эмма подчеркивает тот факт, что у того чувака был доступ к арсеналу, который должен был лишь у того, кто участвует в сраных войне. И да, этот стрелок был снаряжен как солдат. Так почему же это ему было позволено? В смысле, да, Конституция США во второй поправке разрешает иметь огнестрельное оружие, но там речь идет лишь о налаженном народном ополчении. И по монтажу отрывков из новостей о массовых расстрелах, которые идет в конце ясно, что в данный момент о налаженности и речи быть не может. В общем, я даю этой песне ломающие шкалу оценивания 6 из 5. На сердце тепло от того, что именно Эмма поднимает такие вопросы. С помощью песни, наглядно демонстрирующей мрачную действительность современного мира. Он отчасти очеловечивает убийцу, сравнивая его с собой, еще одним человеком, с хуевой тучей психологических травм, показывая, что он бы мог закончить так же, если бы не совладал со своими мыслями. Тем не менее, он не оправдывает отвратительного действия убийцы. Вместо этого он ведет метанарратив о том, в каком застое находится наше общество, раз трагедия подобного размаха до сих пор происходит. И знаете, возможно, некоторые насмехаются над самим концептом создания столь откровенно политической музыки. Но, по моему мнению, подобные песни необходимы, ибо обращают наше внимание на то, что происходит с нами, увековечивает трагедия так, что обычный человек никогда не забудет о произошедшем и призадумывается о том, в каком жестоком мире мы живем. И, возможно, это знак взросления Эмма как артиста. Особенно учитывая, что раньше он использовал отсылки на различные массовые резни для нормальных шуток. Лады. Стоило этого ожидать. Но, хей, вот и весь обзор. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Возможно, новые видео, если они будут. Но все равно подпишись, ставь колокольчик и все-все-все.